Мы с вами побываем в трех залах постоянной экспозиции. И мы с вами проходим в первый зал. Остановимся в центре и для начала вспомним о событиях 15 февраля 2013 года. В этот день на Челябинском промчался метеорит. Ученые считают, что изначальный вес метеорита около 10 тысяч тонн, а диаметр около 17 метров. То есть по объему это космическое тело было приблизительно таким же, как этот зал. Но когда метеорит со скоростью 18 километров в секунду вошел в воздушное пространство нашей планеты, он взорвался на высоте приблизительно 23 километра над Челябинской областью. А по какой же причине тело разрушилось. Дело в том, что пока оно находилось в космосе, его температура была минус 100 градусов. А когда оно начало взаимодействие с атмосферой, то нагрелось на поверхности до плюс 6000 градусов. В результате этих физических процессов тело разрушается и выпадает на землю в виде метеоритного дождя. Самый крупный фрагмент этого дождя приземляется на дно озера Чебаркуль. Чуть менее года этот фрагмент пробыл под водой. Конечно, его нелегко было отыскать. Как вы понимаете, падение образовало полынью. Координаты поисков ясны. Но все-таки поиски осложнились тем, что этот фрагмент погрузился в слой ила примерно на 2-3 метра. Не без усилий его отыскали и доставили в коллекцию музея. Вес вот этого самого крупного фрагмента 500 килограммов. Всего было собрано однотонно 350 килограммов метеоритного вещества, включая вот этот самый крупный. Наш Челябинский метеорит относят к типу каменных. Железо здесь от 2 до 7 процентов. Вы можете видеть следы ржавчины на поверхности. В состав входят те вещества, которые известны на нашей планете. Но сочетание этих компонентов не характерно для наших земных условий, поскольку это тело прибыло к нам из пояса астероидов между Марсом и Юпитером и начало формироваться 4,5 миллиардов лет назад. Приблизительно в этот период начинает формироваться планета Земля, остальные планеты Солнечной системы, ну и в общем-то само Солнце. Что касается новшеств, в этом фрагменте обнаружена частица углерода такой формы, которая неизвестна на планете Земля. Также вы имеете возможность увидеть Челябинский метеорит изнутри. Вот с этой стороны довольно крупный фрагмент в разрезе. Как вы видите, структура его неоднородна. Такая неоднородная структура характерна для многих каменных метеоритов. Почему она такова? Ученые затрудняются сказать. Ну что ж, ненадолго отвлечемся от темы метеорита, обратим внимание на минералы нашего земного происхождения, а именно на те, которые сформировались в недрах Уральских гор, обращая ваше внимание на кристалл кварца. Ну, по своей структуре, на что, по вашему мнению, похож кварц? Может быть, какая-то самая простая детская ассоциация? На лед. В древности считалось, что кварц это и есть лед, который по какой-то причине не тает. Его так и называли кристаллос, что в переводе означает лед. Кварцы имеют разные оттенки и в соответствии с цветом разные названия. Давайте посмотрим на некоторые образцы. Взгляните, вот такой абсолютно прозрачный кварц, здесь мы видим ювелирную обработку, называется горный хрусталь. Чуть выше темный, дымчатый, он так и называется дымчатый. Кстати, если такой вид кварца нагреть до температуры 300 градусов и выше, то он превращается в цитрин, то есть приобретает медово-желтый или лимонно-желтый оттенок. В природе, в естественной среде цитрины также формируются. Вот такие фиолетовые кварцы называются аметисты. Самый дорогой, самый редкий вид кварца это зеленый кварц празиолит. В нашей коллекции празиолит не представлен. Под номерами 2 и 5 топазы. Обратим внимание на самый знаменитый минерал нашего региона, на малахит. В нашей коллекции малахит представлен под номером 14. На сегодняшний день запасы уральского малахита практически исчерпаны. Джувелиры, как правило, применяют африканский малахит. Вот здесь под номером 1 мы видим синий азурит с включениями малахитов. С течением тысячелетий этот азурит будет преобразовываться, превращаться в малахит. И если планета Земля не погибнет, то здесь на Урале снова могут появиться неплохие запасы малахитов. Под номером 2 гипс. На основе этого минерала изготавливают медицинский гипс. Под номером 3 тальк. Этот минерал относят к типу съедобных. Например, добавляют внугу для получения нужной консистенции. На основе талька изготавливают декоративную косметику, лекарства, ну и вообще много где применяют. Под номером 7 радонит. Этот минерал, как и малахит когда-то, сегодня очень активно применяют в качестве минерала для архитектурной отделки зданий. Давайте вернемся к теме метеорита. Посмотрите, в космосе помимо звезд, планет, комет имеются космические камни, метеороиды и астероиды. Диаметр метеороидов менее 30 метров, диаметр астероидов более 30 метров. Запомнили ли вы диаметр нашего Челябинского? Гостя 17 метров. То есть он относится к классу метеороидов, небольших космических камней. Пока такое тело летит в космосе, его называют метеороид. Когда метеороид начинает взаимодействие с атмосферой, то на этом этапе его называют метеор. И только после приземления такое космическое тело называется метеорит. Ну и как я сказала, на высоте приблизительно 23 километра над Челябинской областью тело разрушается. Кстати, яркость этого взрыва была колоссальна. Она превосходила яркость солнца по некоторым данным приблизительно в 30 раз. Многие жители города и области, которые взглянули на небо в момент вспышки, получили ожог сетчатки глаз. Один ребенок пострадал очень серьезно. Его даже увозили на лечение в Москву. И вот сейчас мы с вами увидим этот яркий ослепляющий свет из центра Челябинска. Панорама площади революции перед нами. На следующих кадрах наиболее наглядно и реалистично запечатлены события того незабываемого дня. Ну и конечно, у многих наших гостей возникает вопрос. По какой же причине ученые не заметили приближение этого объекта к планете? Как вы понимаете, по космическим масштабам это совсем небольшие объемы. Ученые даже не отслеживают передвижение таких небольших космических тел. Мы видим регионы, над которыми можно было наблюдать продвижение метеора. О классификации терминов мы уже сказали. Но вскоре после этого яркого, ослепляющего света многие жители города и области ощутили довольно мощный эффект взрывной волны. Что же происходило в учреждениях, что происходило в жилых помещениях, становится ясно, глядя на следующие кадры. Кстати, по удивительному стечению обстоятельств, погибших людей в результате этого природного явления не было. Как вы понимаете, частично были обрушены некоторые элементы зданий. Было очень много разбитого стекла. Поначалу путаницы, неразбериха. Неясно, что произошло. Но вскоре новости о нашем индустриальном городе, о Челябинском метеорите облетели весь земной шар. Этот видеоряд закольцован. Если будет желание, вы сможете отсмотреть его позже. Ну и мы возвращаемся к теме Уральских гор. Когда-то на месте нашего материка находился огромный Урало-Сибирский палеоокеан. Затем континенты сблизились, столкнулись и появились Уральские горы. Они достигали высоту 7 километров. Затем горы, почти полностью разрушившись, преобразовались в возвышенную равнину. Именно в этот период на земле, в том числе здесь на Урале, господствуют динозавры. Именно в это время на Урале существовал целый каскад древних Уральских морей. В третий период истории горы вновь возрождаются. Они немного поднимаются, древние моря отступают. Территория приобретает современный внешний вид. Внизу показаны окаменелости древних морских растений и животных. Эти находки еще раз подтверждают факт о существовании здесь когда-то целого каскада древних морей. Пожалуйста, проходите. Как вы понимаете, рельеф изменялся. Активны вулканы, макет вулканической подушки. Остатки древних вулканов сохранились на юге области в виде мелкосопочного рельефа. У стены угадываете окаменелую древесину эпохи динозавров. К этому морскому периоду, к эпохе динозавров, вернемся позже. Перешагнем во времени в эпоху плейстоцена. Самый яркий представитель периода оледенения, конечно, мамонт. Настоящие кости, обратите внимание, один зуб. На нижнем рисунке древний пещерный медведь. Вот это полный скелет этого животного. Ну и позади вас настоящие кости и реконструкция внешнего вида шерстистого носорога. Эта реконструкция была исполнена московскими специалистами для нашего Челябинского музея. Здесь использовано шесть шкур американских яков. Именно в эпоху оледенения начался первый этап в истории человечества, эпоха каменного века. Древний человек охотится на мамонтов, на носорогов. Ну и поговорим немного об этом. Обратите, пожалуйста, внимание, в этот период на территории нашего региона живут предки финно-угорских народов. Немного расскажу вам о погребениях этого времени. Знатных людей могли захоранивать в пещерах. Умершего уносят в пещеру и сверху закладывают камнями. Перед нами реконструкция погребения, которое было обнаружено в Бурановской пещере. Там был найден скелет мужчины, возраст которого от 30 до 60 лет. Из украшений при нем имелся пояс, расшитый подвесками из зеленого шлифованного змеевика. Обратите внимание, богато украшенный мужской пояс – это верный признак того, что этот человек занимал высокое положение в обществе. Надо отметить, что многие современные мужчины также предпочитают дорогостоящие ремни с качественной фурнитурой. В общем-то, это один из отголосков этой древнейшей традиции. Намеренно вокруг головы присыпан красный круг, который, вероятнее всего, символизирует солнце. Люди этого времени, скорее всего, поклонялись огню и солнцу. Также людей могли захоранивать в землю. Как правило, умершего кладут в землю в позе эмбриона. Такая поза отражает теорию перерождения человека в следующих жизнях. Древние люди занимаются охотой, собирательством, рыболовством. На воду выходят на лодках такого типа – на лодках-долбленках. Именно эта лодка не древняя. Она была изготовлена в начале 20 века, но по точно такой же технологии люди каменного века делали для себя лодки. На территории региона очень много водоемов. Вы можете в этом убедиться, взглянув на карту. Далее – собирательный образ уральского водоема. Здесь показаны обитатели наших рек и озер. Ну а мы ненадолго возвращаемся в эпоху динозавров. Помните, мы говорили, в этот период на Урале существовал целый каскад древних морей. В этих морях в числе многих обитателей можно было встретить гигантских ящеров – мозазавров. Как они выглядели – понятно. Длина мозазавра могла достигать 17 метров. Мы видим изображение мозазавра и для сравнения здесь же представлен силуэт человека. Некоторые окаменелые кости мозазавра. А что касается окраса, мы видим разнообразные варианты. Все это научная фантазия. Как были окрашены мозазавры, ученые затрудняются сказать. Ну что ж, я прошу вас не задерживаясь пройти за мной. Территория современной Челябинской области большая по площади. У нас имеются леса, лесостепи, степи. Обитателей наших природных зон вы посмотрите позже самостоятельно. А я обращу ваше внимание на другие важные и интересные сведения. Мы вновь посмотрим на карту области. Ну и на территории области сохранились древние реликтовые леса. На карте они обозначены зелеными точками. Остаток такого леса на территории Челябинска – это парк имени Гагарина. Уточню, что все эти леса, в том числе наш Челябинский лес, произрастают на территории региона с эпохи позднего Ледниковья. То есть этим лесам более 11 тысячелетий. А город Челябинск – это единственный мегаполис в России. А возможно и в мире. Просто общей мировой статистики нет. На территории которого произрастает вот такой уникальный ботанический памятник природы. В лесах такого типа мы увидим сосны. Они живут около 200 лет. Но в течение этих многих тысячелетий эти экосистемы обновлялись. Благодаря чему эти леса существуют и в наши дни. Ну и еще обратите внимание на карту нашей области. И вот взгляните в район современного Магнитогорска. Именно на эти земли 4000 лет назад приходит население из европейской части континента. И вот это пришлое население уже умеет получать и обрабатывать бронзу. С их появлением на Южном Урале эпоха Каменного века завершилась. Начался новый этап эпоха Бронзы. Давайте посмотрим на предметы, которые раскроют для нас эту тему. Обращу внимание на антропологические реконструкции лиц по черепу. Вероятность сходства таких реконструкций около 70%. Действительно, по типам лиц мы видим, что это европеоиды. Возвращаясь к погребальному обряду, мы видим погребения на фото. Погребения в позе эмбриона. Мы говорили, что такие типы погребений были популярны и в предыдущем каменном веке. Ну а вообще началась эпоха Бронзы. Наряду с предметами из кости, из камня, из кожи, из древесины используют предметы из бронзы. И вот здесь, например, мы видим серпы, ножи, крюки, иглы. Обратите внимание на керамику, которая очень богато украшена орнаментами. Наиболее наглядно орнаменты прорисованы на сером фоне. Здесь мы видим различные варианты свастик, солярных, солнечных знаков. На дне этого сосуда также изображена свастика. Вероятно, эти люди также поклонялись огню и солнцу. И вот на территории юга нашего региона они создают целый комплекс древних поселений, древних протогородов. На карте эти объекты обозначены оранжевыми точками. Самый известный, самый изученный памятник этой культуры – это древнее поселение Аркаим. Вот здесь, чуть выше, вы видите аэрофотоснимок этого объекта. А вот здесь план, две крепостные стены внешне и внутренне, два рва с водой внешне и внутренне. Вот эти ячейки – это жилища. Мы видим прорисовку одного из таких жилищ. Ну что ж, после эпохи бронзы начинается эпоха Железного века. И мы с вами продолжим нашу экскурсию в следующем зале. Для самостоятельного осмотра для вас предложена выставка о наградах. Также самостоятельно после экскурсии можно рассмотреть археологические реконструкции предметов эпохи камня, эпохи бронзы. Эти вещи можно брать в руки. Конечно, это орудия и орудия труда, они предусмотрительно затуплены. Но, как вы понимаете, лучше технику безопасности соблюдать. Ну что ж, и у входа во второй зал, зал истории и быта народов Урала, нас встречают две фигуры. С одной стороны мы видим кочевников. В период раннего Железного века здесь господствуют кочевники. Сарматы, гунны, мадьяры, башкиры, крипчаки. Наши художники изобразили башкирского охотника. Позже на Урал приходят русские, мы видим казака. Уральские кочевники в 9-10 веках принимают мусульманскую веру. В окно вы увидите здание Ак-мечети, белой мечети. Русские, как правило, православные. С этой стороны православные здания. Свято-Симеоновский кафедральный собор с золотым куполом. И здание Свято-Троицкой церкви с зелеными куполами. Ну и не случайно у входа в зал изображена дорога. Она напоминает нам о том, что через территорию нашего региона пролегал знаменитый Шелковый путь. Ну, точнее, одно из ответвлений Великого Шелкового пути. Ну, а далее я расскажу вам о сарматах, о кочевниках индоиранского происхождения. Ну, и вот на территории юга нашего региона сарматы оставили погребальные сооружения, курганы. Мы видим фото такого объекта. Это сруб полусферической формы, сверху засыпанный землей. Нередко на вершине или рядом можно увидеть вот такое каменное извояние, которое символизирует первого сарматского царя или прародителя сарматских народов. Конечно, помимо погребенных, внутри находят много интересных предметов. Бронзовые зеркала, украшения из серебра, бусины из стекла, из полощитого агата. Обратите внимание на татуировки. Мы видим фото с мумией чуть ниже прорисовки татуировок. Татуировка выполняет особую магическую функцию. Если на теле воина изображено храброе, ловкое животное, то и характеристики этого животного как бы передаются самому воину. Такой стиль в декоративно-прикладных видах искусств называют скифосибирским звериным стилем. Под номером 3 набор для нанесения татуировок. На каменном алтаре растирают красящий порошок, засыпают в костяной футляр. И вот такое бронзовое игло наносит рисунок. Татуировка была цветной, все цвета применяли. Сарматы, как и все кочевники, очень воинственны. Мы видим вооружение, меч, укороченные мечи Акинаки. Обратите внимание на наконечники для стрел. Они опасны, имеют крючки. Если в случае ранения лекарь будет пытаться вылечить раненого воина, то вынимая стрелу с таким наконечником, он неизбежно нанесет дополнительное повреждение плоти, что, конечно, осложнит дальнейшее выздоровление. На фото погребения раненого кочевника в области сердца можно увидеть точно такой же окислившийся наконечник стрелы. Как же выглядит сарматский воин? Он одет в шаровары, либо кожаные, либо шерстяные кафтан с опояской. Возвращаясь к поясным украшениям, посмотрите, здесь мы видим поясные накладки, выполненные из драгоценных сплавов, с кифосибирском зверином стиле. Конечно, это накладки опытного, знатного воина. Молодые воины могли использовать обычные поясные обоймы не из драгоценных сплавов. Что касается причесок, мужчины предпочитают длинные волосы, заплетают в одну четыре косы или складывают в пучок на затылке. Конечно, вам интересно узнать о сарматских женщинах. Перед нами реконструкция женского сарматского костюма. Что касается цвета, излюбленными были также голубые, зеленые, желтые тона. Не случайно около женщины мы видим вооружение. Сарматские женщины были очень воинственны. По свидетельствам древнегреческих историков считалось, прежде чем выйти замуж, женщина должна была убить не менее трех врагов. Пока не убьет, в статус невесты не переходит. Таким образом демонстрируют будущим женихам, что в случае гибели или отсутствия мужа, сможет защитить его потомство. Ну и, конечно, сарматское золото. В центре мы видим украшение для шеи, которое называется гривна. Она решена в скифосибирском зверином стиле. Здесь можно разглядеть бегущих кабанов, ноги которых закручиваются спиралями. Ну и более простые варианты многовитковых колец и браслетов. Эти вещи изготовлены из бронзы. И только с внешней стороны обложены золотой фольгой. Обратите внимание, перед тем, как золотую фольгу закрепить на бронзовой основе, ее обрабатывают ртутью. Затем вещь помещают в печь. Под действием высокой температуры ртуть испаряется, благодаря чему золотая фольга плотно припаивается к бронзовой основе. Технология вредна. Ювелиры долго не жили. Но, по сути, такой же технологией пользовались наши златоустовские мастера еще в 19-м, в начале 20-го века. И сегодня существуют такие ювелирные заказы, где, ну, возможно, закрепить золото вот таким опасным методом. Вообще, эта технология появляется в период эпохи бронзы. Ну, что ж, что касается других предметов, связанных с древними кочевниками, вы сможете позже рассмотреть экспонаты. Здесь у нас и образцы вооружения, и в том числе очень много поясной фурнитуры. Мы уже говорили о значении мужского украшенного пояса. Вот эти вещи, также связанные с кочевым образом жизни, это предметы не древние. Конец 19-го, начало 20-го веков. В основном башкирские вещи, посуда кочевников очень прочная и функциональная. Например, вот этот сосуд изготовлен из кожи передних ног лошади. Называется муртай. Предназначен для хранения кумыса. Ну, и давайте пройдем далее. Как я говорила, через территорию нашего региона пролегал знаменитый Шелковый путь. Ну, точнее, одно из ответвлений Великого Шелкового пути. Надо сказать, конечно, что Великий Шелковый путь существовал до 14-го века. Позже появляются новые транспортные маршруты. И вот этот вот Шелковый путь теряет свое значение, теряет свое грандиозное название. Но все-таки эта дорога сохранялась. Какое-то количество товаров по ней перевозили. И вот местные кочевники, в основном казахи, часто подрабатывали тем, что сопровождали китайские караваны, проходящие по территории юга нашего региона. Здесь такая сцена и запечатлена. Забегая вперед, обращаю ваше внимание на герб города. И, конечно, на гербе области, помните, изображен верблюд. Оказывается, город Челябинск, помимо того, что является важнейшим индустриальным центром страны, еще и является важнейшим торговым центром нашего государства. Этот статус город получает в начале 20 века. Это связано с появлением здесь железной дороги. Оказывается, и по сей день в Челябинск стекается огромное множество товаров. Здесь они сортируются, а затем распределяются в разные регионы и страны. Кочевники живут в легких жилищах, которые называются юрты. Площадь юрты 20-21 квадратный метр. Изнутри специальной занавеской юрты верится на две части, на женскую и на мужскую. Чуть позже вы сможете рассмотреть интерьер юрты позади вас и сможете сообразить, где мужская половина, а где женская. Позже на Ура приходят русские. Конечно, их привлекают богатые природные ресурсы. Вот эта дорога, которую они желают контролировать и стремление расширить границы Российской империи. Наиболее активно русские приходят сюда в начале 18 века. Военные люди-казаки. Ну, а уже в 1730-х на Урале начинается активное строительство крепостей. Обращаю ваше внимание на макет Челябинской крепости. Наша Челябинская крепость была заложена в 1736 году и находилась совсем недалеко от здания музея. В общем-то, одним из своих бастионов как бы заходило на территорию музея. Не случайно здание музея по своему архитектурному решению наверняка напоминает вам крепость. Такова задумка руководства города. Сторона квадрата Челябинской крепости составляла когда-то 130 метров. Ну, и все другие уральские крепости были примерно такими же небольшими по площади. Основателем Челябинской крепости является полковник Тевкелев. В своем доношении руководству он сообщает. Послушайте внимательно несколько строк из важного исторического документа. Вашему превосходительству покорно доношу. Сего сентября второго дня на реке Миаси в урочище Челяби от Миасской крепости в 30 верстах заложил город. Ну и так далее. Здесь прозвучали интересные слова. Урочище Челяби. Что же это такое? Помните, мы с вами говорили про Челябинский лес, про парк имени Гагарина. Но когда-то этот лесной массив был гораздо более обширным по площади. И вот эти реликтовые сосны в том числе произрастали вот здесь, на этом месте. На древних картах этот лес назывался Челябской или Селябской. Или Селяби Карагай. Карагай в переводе с башкирского означает сосновый лес. Так вот, по названию леса дано название крепости. А откуда же взялось название самого леса? Версий очень много. Но большинство ученых считает, что название леса происходит от имени башкирского героя Челямбея или Селямбея. У нас очень много башкирских названий. Вот эта реликтовая древесина применяется для строительства крепостной стены изнутри. Крепостная стена укреплена треугольными нишами. Их заполняют камнем или землей для придания прочности. Конечно, русские люди приносят на Урал новый вид хозяйствования, земледелия. Предметы, связанные с обработкой земли. Макет, казачьи усадьбы, традиционный русский быт вам хорошо знаком. Обращу внимание лишь на раритет нашей экспозиции. На швейную машину, которая была изготовлена в 1888 году крестьяниным Шабалиным. В основном из дерева и только некоторые детали из металла. Эта машина и сегодня работает. Нас, конечно, восхищает и удивляет, что в крестьянской среде могли оказаться такие мужчины без специального образования, которые по образцу фабричной машины могли создать вот такую функциональную вещь. Из горницы пройдем в основную комнату в избу. Ну, конечно, очень важный предмет в избе это печь. Далее традиционный русский костюм. А вот уже с другой стороны костюмы европейского образца. Россия ориентируется на Европу при императоре Петре I. При Петре начинается активное строительство городов и заводов. Очень известная династия промышленников в России и мире – это Демидовы. Можно предположить, что перед нами один из представителей династии. Принимает приказчика. Приказчик сообщает о том, как идут дела на заводе. И мы с вами окажемся на заводе. Завод обязательно строится около реки. Река является источником энергии. Также рядом имеется лес, как источник топлива и залежи железных руд. На самом деле вот такие доменные печи достигают высоту 11-14 метров. А как же действует доменная печь? Сила падающей речной воды вращает колесо. Колесо приводит в движение мехи, которые раздувают угли, находящиеся в доме. Благодаря чему здесь поддерживается очень высокая температура. Ну а наверху мы видим работного человека. Он несет размельченную железную руду, засыпает в печь. Руда плавится и преобразуется в металл. Конечно, на Урале найдены и драгоценные металлы. Вот с этой стороны показаны муляжи знаменитых золотых самородков, найденных у нас. Большой треугольник весом 36 килограммов. И зайчьи уши 3 килограмма 345 граммов. Оригиналы и сегодня находятся в Москве в Алмазном фонде. Ну и, конечно же, условия труда работных людей очень тяжелые. Крестьяне также недовольны своим положением. В итоге все это выливается в восстание под предводительством Пугачева. Наша Челябинская крепость осаждалась войском Пугачева. В течение двух месяцев находилась под властью восставших. Мы видим батальную сцену, посвященную тем событиям. Сам Пугачев не побывал в Челябинске. Здесь находился его соратник, атаман Грязнов. Но все же взгляните на портрет Пугачева. Особенность очевидна, здесь будто два лица. Дело в том, что Пугачев претендует на императорскую власть. Его портрет написан поверх портрета Екатерины Второй. Намеренно глаза Екатерины остаются заметными. Он как бы буквально на нее наступает. В итоге восстание жестоко подавлено. Кто-то казнен, кто-то отправлен на каторгу. Возвращаясь к доменному производству. Посмотрите, расплавленный металл вытекает вот в такие длинные каналы. На самом деле они были значительно более масштабны по своим размерам. Такой способ литья назывался литье в штыки. Эти готовые бруски металла отправляют в разные регионы страны. Немало металла продают за границу. На разнообразных, в том числе и международных выставках, наша продукция получает награды за отменное качество. Златоустовский железоделательный завод изначально специализируется на изготовлении высококачественных сталей. По сей день традиции златоустовских мастеров сохранены. Сегодня в Златоусте работает предприятие, которое выпускает все модификации холодного оружия. Кто-то специализируется на выпуске сувенирных и интерьерных вещей. Кто-то выпускает ювелирные украшения. Кто-то работает для иностранных и президентских заказчиков. Кто-то имеет статус патриарших мастерских. Кто-то выпускает изделия для мечетей. В общем, это одна из визитных карт России и Урала в частности на международном рынке искусств. Ну, а мы с вами говорили о городах. Поэтому сейчас оказались в пространстве городского дома. Ну, здесь у нас очень много дорогих предметов. Можно считать, что это купеческая гостиная. Ну, или купцы, в общем-то, также спонсировали промышленность. Может быть, промышленник здесь живет. Дорогостоящая отделка, дорогая мебель, вместо печи камин. В розовой витрине каминные часы, канделябры и свадебное платье конца 19 века. Ну, и, конечно, в нашей гостиной безупорный граммофон, физгармония. С другой стороны, фарфор и столовое серебро лучших фабрик мира. Ну, что ж, мы с вами проходим далее. Многие купцы занимаются торговлей. Мы с вами оказались на Троицкой ярмарке, которая когда-то занимала третье место из всех ярмарок России. После Нижегородской и Ирбитской. Сюда приезжают множество купцов из восточных регионов. Мы видим панораму Троицка тех лет. И верблюды везут сюда знаменитые восточные товары. Шелка, бархат, пряности, фрукты, специи, орехи. Обратите особое внимание, с 1820-го 90% китайских караванов везут сюда только чай. Ну, и, конечно, традиционные русские товары и развлечения здесь предложены в полной мере. Ну, а мы продолжим нашу экскурсию в следующем зале. Чуть позже вы сможете сюда вернуться, все более внимательно поизучать. Как я сказала, выставки в холлах предназначены для самостоятельного осмотра. Позже вы сможете познакомиться с выставкой о плакатах в годы Великой Отечественной войны. Обращаю ваше внимание на работу бесплатных выставочных площадок, расположенных на улице. Вот под этими волнообразными навесами представлена фотовыставка. Также вы сможете побывать в саду камней, полюбоваться на набережную реки Миас. Между башнями нашего музея галерея современной скульптуры, изготовленная в технике трэш-арт. Это скульптуры, изготовленные из деталей металлолома. Когда вы будете гулять самостоятельно, вы должны будете проделать тот же маршрут, что сейчас мы с вами проделываем, но в обратном направлении. Если вы запутаетесь или заблудитесь, у наших дежурных можно будет спросить дорогу. Ваш ориентир – это сувенирный киоск. Вы раздевались в том гардеробе, который около сувенирного киоска. Ненадолго задержимся в зале фотографии. Фотография отражает все важнейшие события истории века. Мы видим уникальную ленту, составленную из фотографий разных лет. В начале века в крупных городах появляются фотосалоны, реконструкция фотосалона, фотоаппаратура начала, середины 20 века. Каждый из вас сможет почувствовать себя посетителем фотосалона. После экскурсии бесплатно по одному можно присесть на стул и сфотографироваться на фоне такой же декорации, как и наши герои. Кстати, этот фон не вымышленный. Повнимательнее можно посмотреть на работу под номером 9 из Челябинского фотоателье «Катаева». Мужчины сфотографированы на таком фоне, который наши художники постарались скопировать. А теперь представим, что гуляем по главной улице крупного города начала 20 века. Такими городами на Южном Урале были Челябинск, Златоуст, Верхний Уральск и Троицк. Представим, что гуляем по Челябинску. Одна из главных улиц города сегодня называется улица Кирова. Когда-то она называлась Екатеринбургская, затем Пуфимская, затем Рабоче-Крестьянская. На главной улице располагают банки, гостиницы, рестораны и, конечно, магазины. Мы с вами стоим перед витриной салона мод. Женская мода ориентируется на Париж, мужская – на Лондон или на Вену. Копии страничек из модных журналов того времени показаны сбоку. В это время носят длинные юбки с драпировками, жакеты, украшенные вышивкой, тесьмой, кружевом. Партнихи делятся по специализации. Те, что изготавливают нижнее белье, называются белошвейки. Перед нами полный комплект. Ну и, конечно, знаменитые швейные машины знаменитых производителей. В магазине готового платья помимо готовой одежды можно приобретать дополнительные аксессуары к костюму. Гольфы и перчатки из натуральной шелковой нити, обувь, парфюмерия, щипцы для завивки волос. Такие щипцы нагревают на открытом огне. Неотъемлемое дополнение мужского костюма – карманные часы, в том числе известных производителей Мозер и Павел Буре. Посудная лавка предлагает в основном посуду российского производства. Ну а мы повнимательнее задержимся у витрины магазина оптовой торговли. Здесь нам предложено очень много чая и сладостей к чаю. Помните, в предыдущем зале мы говорили о том, что на Урал, в Троицк привозили много чая. Оказывается, из Троицка весь этот чай отправляется в Челябинск. Челябинские чай-развесочные фабрики в начале 20 века занимают второе место после московских. Челябинск называют чайная империя. Большой трактирный самовар. Как вы думаете, какой объем воды вмещает? Давайте немножко молодежь нашу пропустим. 50 литров. 50. Литров 25. Два ведра воды – 24 литра. Ну что ж, а мы с вами далее проходим. Здесь можно выбрать часы и музыкальные инструменты. Среди музыкальных инструментов интересны гармошки, исполненные в форме сапожка и коньячной бутылки. Ну а мы с вами продолжаем прогулку по старому городу и пройдем на железнодорожную станцию. Первый поезд на станцию Челябинск прибыл в 1892. И очень скоро Челябинск стали называть воротами в Сибирь. Дело в том, что очень многие переселенцы, которые в начале 20 века отправляются осваивать Урал и Сибирскую землю, в том числе и под воздействием знаменитых Столыпинских реформ, вынуждены были проезжать именно через наш Челябинский вокзал. Потому что другого пути просто не было. В Челябинске был предусмотрен один из крупнейших переселенческих пунктов в стране. Здесь имелись баня, столовая, существовала больница и даже школа. Многие люди, прибыв на станцию Челябинск, решают остаться здесь, в связи с чем город очень быстро развивается. По особо важному вопросу можно посетить кабинет начальника железной дороги. В кабинете любого начальника обязательно имеется портрет императора, узнаем Николая Второго. Железная дорога является важнейшим стратегическим пунктом во время войн. И вот эта небольшая витрина немного сообщает о событиях Первой мировой. С этой стороны предметы и вооружение австро-венгерских солдат. Все остальное принадлежит российскому солдату. Особое внимание обратим на круглые гранаты под номером 17. Они были изготовлены на знаменитом Каслинском заводе. Давайте пройдем за мной. Касли известен во всем мире замечательной скульптурной пластикой. Но в годы войны этот завод, как и все другие заводы Урала, выпускают боеприпасы. Ну а традиционное Каслинское литье, знаменитое во всем мире, представлено здесь. И конечно Каслинское литье это не только вот такая кабинетная скульптура. Это и садово-парковая мебель. Наверняка на втором этаже обратили внимание на ажурные столы и скамейки. Это и архитектурные элементы. На фото парадный фасад Челябинского театра драмы имени Наума Орлова. Набережные, мостовые, фонтаны очень многих городов мира украшает наше знаменитое уральское чугунное кружево. Это также одна из визитных карт России на международном рынке искусств. Ну что ж, далее у нас конечно по плану есть информация и о революции, и о этапах коллективизации, индустриализации. Затем мы с вами должны были пройти в очень важный отдел Великая Отечественная война. Ну как вы помните, вы задержались на 15-20 минут и произошла накладка. Но все-таки здесь я скажу очень важную краткую информацию. В годы войны Челябинск имел неофициальное название Танкоград. Дело в том, что к нашему ЧТЗ, Челябинскому тракторному, были присоединены Ленинградский, Кировский, Харьковский, Дизельмоторный, ряд других предприятий, которые создали знаменитый Танкоград. 18 тысяч военных машин в годы войны было выпущено в Челябинске. Ну и надо сказать, что на территории города также, точнее на территории области принимали раненых, 90 госпиталей у нас располагалось. Также здесь подготавливали военных специалистов, танкистов, авиационных специалистов. И по сей день в России существует единственное учебное заведение, которое расположено в Челябинске. Это учебное заведение подготавливает военных летчиков-штурманов. Также в годы войны на территорию нашей области были эвакуированы жители из блокадного Ленинграда. Чуть позже вы сможете вот в тот раздел зайти, когда закончатся занятия, и увидеть настоящую суточную норму хлеба блокадного ленинградца. Это суррогатный продукт. В состав вообще суррогатов могут входить речной ил, мука из костей, лебеда, кора деревьев, ботва свеклы и картофеля, солома и многое другое. У нас, кстати, есть даже книжка, вот в более таком разделе раннем, как изготовить суррогатный хлеб. Это вот процессы коллективизации. Но мы с вами не имеем возможности все это посмотреть. Мы уже перейдем в послевоенное время. После войны активно стараются восстанавливать города, строят новые районы, улучшают системы транспортного, медицинского обслуживания, уделяют внимание спорту, образованию, культуре, осваивают целинные земли. В освоении тех земель в том числе применяется техника ЧТЗ, агитационные листовки, постановочные фото из жизни на целине. Многие предприятия после войны переходят на выпуск мирной продукции. Южно-Уральский фарфоровый завод, Челябинская часовая, обувная фабрика, иммоджилистская фабрика одежды, косли выпускают посуду и мясорубки. Обратите внимание на продукцию трубопрокатного завода. Ну и еще несколько важной информации о европейской славе Челябинска. Вновь вернемся в годы Великой Отечественной. В этот период Челябинский завод органического стекла выпускает уникальное авиационное стекло, которое не билось, не крошилось, оно обладало невероятными характеристиками. Конечно, специалисты из Англии, из Германии заполучали образцы Челябинского авиационного стекла, пытались создать что-то похожее, но даже приблизиться к нашим челябинским технологам им не удалось. Вот это предприятие закрылось в 90-х годах, но сегодня, выходя из нашего здания или, может быть, когда будете спускаться в гардероб, вы в наши панорамные окна сможете взглянуть за Кировский мост. И вот на другом берегу вы увидите здание, на котором большими буквами написано «Свобода 2», нарисованы клавиши такой супрематический, там мотивы, квадраты окружности. В общем, там располагались корпуса этого завода. Сегодня это арт-пространство, там проходят перформансы, танцевальные вечера, какие-то эксперименты. В общем, о той площадке можно отдельно потом узнать. Основные тенденции моды 50-х, 60-х, 70-х, интерьеры, комнаты и кухни 50-х, 60-х. Скульптурный портрет Игоря Васильевича Курчатова напоминает о том, что именно на территории нашего региона создается ядерный щит страны. Ведущим ученым в данной области разработок становится наш земляк, уроженец города Сим Игорь Васильевич Курчатов. Ну и о периоде перестройки очень общая информация. В начале 90-х от Советского Союза отделяются многие республики, становятся автономными государствами. В целом в стране новая конституция и многопартийность. На этом обзорная экскурсия по основным залам экспозиции завершена. Если у вас возникли вопросы, можно задать, я постараюсь на них ответить. Ну а вообще напоминаю, что теперь вы можете самостоятельно знакомиться с нашим музеем, бесшумно ходить по нашим залам. Ваш гардероб около сувенирного киоска, это ваш ориентир. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok